Продолжение следует Ну хорошо, вообще вы ходите по тонкому льду, так как вы упомянули фильм «Черная роза» Вы сами открыли эту тему, а я читал, что это был абсолютный провал В финансовом смысле, прежде всего, насколько я знаю, фильм стоил 7 миллионов долларов, а сборы от него в составе всего лишь 7 миллионов и 800, кажется Это же меньше миллиона прибыли Провал? Не так ли? Нет, нет, совершенно не согласен «Черная роза» — это мой режиссерский дебют И я пригласил сниматься таких актеров, как Кристиан Локен, Эдриан Пол Я сам снял и спродюсировал этот фильм Конечно, многим фильм понравился, но многие были напуганы и недовольны Ибо хотели видеть меня в привычном амплуа, где-нибудь в качалке, занимающемся спортом, а не продюсированием и режиссурой Фильм был снят на английском, команда и актерский состав англоговорящая, но при этом в России он собрал 1 миллион 200 тысяч долларов в России и СНГ Больше миллиона? Больше миллиона долларов, что является неплохим результатом для независимого кино Также мы получили дивиденды от продажи CD и DVD дисков на территории России и СНГ Это касалось всего дублированного на русский фильм, но он уже есть еще и на английском, я вам подарил версию на русском Но мы уже заключили контракт на предпродажу нашего фильма в 40 различных странах Где-то в 10 из них он будет идти на большом экране, в большинстве из них готовы также продавать DVD, если будет спрос Так что поверьте, это достаточно прибыльный проект, и поэтому мы не останавливаемся и идем дальше, работая над новыми фильмами, как, например, «Разборки в Маниле» Ну, только не сердитесь, пожалуйста Я совсем не сержусь, абсолютно, просто я люблю этот фильм, но хочу быть с вами честным, для меня это был первый проект, с которым я проехался по всей России, я никогда раньше не делал этого Я презентовал картину в Санкт-Петербурге, затем поехал в Краснодар, Сочи, конечно, в Москву, потом еще в Устану И везде я встречался со зрителями, и многие, конечно, любят боевики, я люблю их за это И, естественно, я также видел себя со многими критиками, которые терпеть не могут боевики, в принципе, неважно, кто это снял, Шварценеггер, Невский или кто-то еще, без разницы Это был мой первый режиссерский опыт, и, конечно, я видел и читал какие-то статьи в журналах, но я привык уважать труд других людей, потому что я знаю, насколько это сложно, спродвесировать фильм, правда Можно я тоже кое-что добавлю? Конечно Вот в чем дело, мне нравится поговорка «Пусть тебя собьют, и ты упадешь семь раз, но на восьмой поднимись» Я был актером очень долго, целых 32 года, и мой первый студийный фильм стал первым же моим успехом, он назывался «Только сильнейший» Я был так счастлив сняться в нем, и вот «Нью-Йорк Таймс» раскритиковали меня в пух и прах Но это нормально, они имеют право на свое мнение, 32 года спустя я по-прежнему в деле, до сих пор снимаюсь Здесь то же самое, кому-то понравился фильм «Черная роза», кому-то нет, но что я люблю в этом парне, так это то, что он, несмотря ни на что, продолжает работать Все равно продолжает Потому что он борец Он настоящий борец, и правда в том, что все мы учимся на каждом новом фильме Мы растем и развиваемся с каждой новой картиной Моей целью на этот раз является то, что я знаю, на что он способен И знаю, что он сделает это, но при этом я хочу вывести его на тот уровень, когда он снова выйдет из зоны комфорта Поднимется еще на шаг вверх, ибо я точно знаю, что он справится Я не раз видел его на телепередачах, я знаю, что Александр харизматичный, веселый и умеет держать аудиторию Я хочу, чтобы он показал это на большом экране, и я уверен, что он сможет Не политкорректно, но без злого умысла Иронично, но без сарказма Пристрастно, но по-честному Правда 24 и Евгений Додалев С понедельника по четверг в 19.30 На телеканале Москва 24 С понедельника по четверг в 19.30 С понедельника по четверг в 19.30